Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня у нас в гостях ребятушки очередная пушка от компании Asus, а именно Asus Zenfone 8 Flip. Относительно недавно мы разбирали по косточкам его младшего собрата, хотя если честно, обычную восьмерку, младшенькой это назвать можно с большим трудом, потому что восьмой также идет на 888 Snapdragon, и там практически те же самые камеры. Тут камер чуть-чуть побольше, плюс возможностей конечно же побольше у флипа, но все равно малыш вот этот прям на миллион. Если честно, мы еще и делали большой троттлинг тест, тесты игр, все есть на канале, и вот этот карапуз, многие говорили то, что он жутко троттлит и так далее. Вот кучу бенчмарков, кучу тестов, все как есть, показал ребят, в принципе довольно неплохие показатели для того же самого 888 дракона. Вы знаете, что 888 дракон это явно не самый холодный чип в этом плане. Ну а тут у нас тоже ставится 888, и данный аппарат вроде как у нас позиционируется больше именно как камерафон, но все равно все остальные технические характеристики тут в целом довольно приятные. Это 5000 мАч батарейка, камеры, начиная от 64 мегапиксельной топовой от компании Sony, используется Sony IMX 686. В принципе, ну быть может уже не новомодный хайповый 766 и 798, блин, не помню есть такой сенсор или нет. И в любом случае, 7 линейка сейчас уже вовсю шагает тут, 6 линейка, которая себя зарекомендовала просто отлично. Тот же 7 Pro Asus Zenfone, вот прям реально один из лучших камерафонов, которые у меня были, вот без всяких вообще. Ну а сейчас мы посмотрим, на что способен новенький Asus Zenfone 8 Flip. Идет он, в принципе, как я уже показал, практически в точно такой же коробке. Используется матовый такой бархат, что я не знаю, ну ребята заморочились, не знаю, зачем это было сделано, если честно. Потому что обычно коробку вот открыли, выкинули, все, кто обращает внимание на коробку, но, как говорится, встречают по одежке и тут вроде как все ок. На задней стороне, как всегда, указаны некоторые технические характеристики, но чего тянуть кота за иное место? Давайте-ка распакуем и посмотрим на Asus Zenfone 8 Flip в деле. Погнали! Так, отсюда, ну и первым делом нас встречает, конечно же, комплектация. Мимо которой уж точно не пройдем. Так, у нас идет скреп для извлечения символотка с логотипом компании Asus. О май! Тут у нас, ребят, руководство пользователя, конечно же, и вот такой вот бронечехол. Так как девайс у нас по секрету, скажу, ух ты, елки-палки, белого цвета, ну практически белого, я бы его, можно сказать, назвал жемчужного, то в комплекте идет вот такой вот чехольчик. Он, кстати, дебелый. Тут есть стопор на случай, если вы не хотите, чтобы камера выезжала по каким-то причинам. Вот так, клац-клац, туда-сюда и все, камера ваша в безопасности. Но опять же, если какие-то переживания по ее поводу есть, а так в целом, ну, вот механизм том же Zenfone 7 Pro, он меня, он примерно уже около, да больше полугода, постоянно его смыкаю на подсъемке разных там наушничков и так далее. И пока что все отлично. То есть, для себя любимого, съемок себя любимого, прям must-have аппарат. Ну, а этот, наверное, заменит его. Я постараюсь все-таки его тщательно протестировать на долгой, так сказать, основе. Ну и сам чехольчик довольно приятный. Единственное, что не все места он защищает. Есть тут, ну, тут понятно почему. Ну и снизу можно было как-нибудь довести. Ну, ладно, что-то я придираюсь так к дареному коню, в зубы не смотрят. Тут ничегошеньки. Далее следом идет наш красавец смартфон. Это больше серебристо, радужно-белый, даже жемчужный отчасти цвет. Так, что у нас там еще интересного накидали? А накидали нам USB-C кабель классика. И, конечно же, блок зарядного устройства, такой довольно увесистый. И он у нас с поддержкой быстрой зарядки, какой именно? 30 Вт. Не рекорд, конечно, но в целом, я думаю, вполне себе ок. Так, ладно, все, ребят, с комплектом разобрались. Не хватает только пленочки на дисплее. Сейчас мы посмотрим, есть ли она тут или же ее нет. Та-да-да-дан, момент истины. Красавец смартфон у нас в руках. Ну, согласитесь. Вот этот дизайн Zenfone мне, вот, честно говоря, они топчутся на месте, потому что уже, наверное, с шестой серии вот эта камера откидная появилась. Ну, ничего нового они тут не добавили. Можно было как-нибудь уже по-другому переиграть все это дело. Но все равно смотрится прикольно, ребят. Согласитесь, смотрится, я бы сказал, аристократично даже. Ну, в темных оттенках у меня уже был седьмой Pro, а вот теперь захотелось такой вот блестящий, серебристый, моднялый. Буду первый парень на деревне. Да, я из Тихорецка, тут не так много народа с такими щеголяет уж точно. И, ребят, че еще? Ну, в принципе, тут никаких больше дополнительных пленочек нет, так что давайте-ка более подробно ознакомимся с экстерьером нашего сегодняшнего героя. На лицевой стороне Asus Zenfone 8 Flip находится здоровенный, полноразмерный, полноэкранный. И, в общем, короче, без каких-либо дырок, вырезов и челок дисплей с диагональю в 6,67 дюйма. Далее сверху идет разговорный динамик, датчики, ну и все. Справа у нас находится качелька регулировки громкости и синюшная такая кнопка включения. На левой же грани девайса у нас затаился шок-контент, потому что, ребят, сюда можно поставить сразу две наносим-карты и карточку памяти, то есть ничем жертвовать не придется, а это, напомню, флагманский смартфон, таким, ну, блин, реально могут похвастаться единицы. Сверху только откидной механизм и дополнительный микрофон для шумоподавления. Снизу же находится прорезь динамика громкоговорителя, микрофон, USB-C разъем и LED-индикатор. Ну и на тыльной стороне у нас, разумеется, классический уже для флипов глазок основной камеры, состоящий из трех модулей, также есть вспышка, надпись «Флип камера», далее идет дополнительный микрофон для шумоподавления и логотип компании Asus. Так, с внешкой все, ребят, и единственное замечание к этому красавцу это то, что, ну, ребят, просто дико марки. Я сейчас снимал несколько проводочек, и пальцы просто его держать в руках невозможно, поэтому чехол, который производитель любезно предоставил в комплекте с данным девайсом, это мастхэв штука, хотя он уже и становится не таким стильным, как сейчас, поэтому это палка о двух концах. Но так, в принципе, довольно приятный вообще не аппаратец, кому-то может показаться он крупноватым, но в целом, как я уже говорил, это у меня рука такая компактная, поэтому моя рука, вот, вот для чего моя рука, это Asus Zenfone 8, карапуз, самый удобный смартфон 2021 года, хотя, опять же, сейчас все постоянно сидят в соцсетях, YouTube-чик, просмотр видео, контента, и поэтому, чем больше экран, тем, ну, приятнее воспринимать контент на большом экране, чем на маленьком. Тут уже как-то, ну, мы просто отвыкли от вот таких вот маленьких решений, компактных, но ходить с ним, ребят, реально, это просто нечто. Вот, если у вас был примерно такой аппарат, или Poco X3 Pro, что-то такое крупное, то, пересаживаясь на Zenfone 8, это будет вообще просто дикий новый экспириенс, точнее, все хорошее, это давно забытая старая, или как-то, в общем, так как-то говорится, и в целом могу рекомендовать тем, кто устал от вот таких лопат. Ну, а всем остальным Zenfone 8 Flip, я думаю, зайдет как по массогабаритам, так и по его функциональным возможностям. Ну, а вы в комментариях напишите, давайте разделимся на два лагеря, компакт или полноценный такой фаблит, вот какой дизайн и какой форм-фактор вам нравится больше. Ребят, обязательно пишите об этом в комментариях, думаю, будет интересно. Сравним его с предшественником, это у нас Asus Zenfone 7 Pro, по идее, вот этот должен был называться 8 Pro, но ребята изменили название, сделали его флипом, по всей видимости, хотя предыдущий был тоже флипом, откидная камера, шестерка была флипом, ну, теперь решили вот так вот, чтобы было понятно, с чем мы имеем дело. Ну, и, как видите, братья-близнецы, как по массогабаритам, так и по глазкам камер, и все, тут единственная надпись будет отличаться, хотя, погодите, тут у нас кнопка включения утоплена, тут кнопочка вот такая уже, вот и отличие, сверху, ну, тут глупо было смотреть, тут все плюс-минус одинаково, ну, и снизу тоже, на этой стороне только слот. Все, ребят, вот такие вот у нас флагманы от компании Asus. Ну, а далее по списку, вот буквально 5 секунд, это ROG Phone 5-го поколения, вот она, лопата мечты. Вот так вот, получается, что Zenfone не такой уж и крупный, хотя, ну, это вы понимаете, для чего и для кого подобный девайс, потому что играть на маленьком смартфоне, ну, не всем, так сказать, комфортно. Хотя я играл на Zenfone 8, блин, нормально все, тащится. А далее это Realme GT, флагман от компании Realme на данный момент, и он, конечно же, будет покомпактнее, ребят. Ну, и в комментариях напишите, какой дизайн, какого флагмана вам в данном случае нравится больше. Ну, и, конечно же, флагман компании Xiaomi, Xiaomi Mi 11 Ultra, топовый камерафончик. Я думаю, наш сегодняшний герой бросит ему смело вызов, и мы посмотрим, кто же из них фотографирует лучше. В любом случае, пока не завезут сюда глазок видеоискателя, вот когда ты снимаешь видео, и ты тут когда будешь себя видеть, тогда да, можно будет в 8К снимать и радоваться жизни. Хотя, кому нужно 8К? Ну, блин, я всегда за максимальное разрешение, максимальное качество в любом девайсе, и плюс это можно еще потом кропнуть. Тут же можно спокойно снимать 8К 30 кадров в секунду, с системой стабилизации как оптической, так и цифровой, и еще, получается, в роли фронтальной камеры он будет выступать, механизм откидывается, и там вообще шикарно. Я это сужу по тому же предшественнику Asus Zenfone 7 Pro. Так, ну и все, ребят, хватит болтать, пришло время тестов, запускаемся, проходим быстрые настройки. Я продолжаю уже после того, как наш герой запустится. Та-да-да-дан, момент истины, и наш девайс успешно запустился. Нас встречает вот такая вот красивая анимация, живые обои, и это у нас Zen UI, насколько я помню, четвертая версия, если ошибаюсь, тут будет более точная информация, ребят. Ну и она базируется, конечно же, на свежем 11-м андроиде. И как только выйдет 12-й, 12-шка прилетит сюда. В целом, сама оболочка, ребят, я даже не знаю, что о ней такого вам еще дополнительного рассказать. Мы ее разбирали в предыдущих смартфонах в Asus Zenfone 8-го поколения, вот в малыше обычном. Также мы ее разбирали еще в Zenfone 7 Pro и в других аппаратах от компании Asus. Поэтому, ребят, ну это, по сути, практически стоковый андроид, чем она и славится. Так что, если вы любители стока от Гугла, это один из лучших, так сказать, вариантов для этого дела. Так, давайте-ка наболтаем яркость. И тут используется... Вау, какой скачок-то произошел. Ну, как видите, матрица довольно яркая. Используется AMOLED-панель Full HD+, на 90 Гц. Вот единственное, я не понимаю, почему ребята в малыше сделали 120, а тут у нас стоит 90-герцовая матрица. Да, 90 Гц, в принципе, хватает. Если вы играете в один PUBG, то это вообще вы не заметите, потому что PUBG сейчас максимум поддерживает только 90 Гц. Но не факт, что он, допустим, через пару недель не получит обновления и запустится в 120 Гц. Тогда всем поголовно нужны будут смартфоны на 120 Гц. Тут 90, опять же, повторюсь, это норм. Это плавно, быстро, никаких вообще претензий. Это в любом случае лучше, чем 60. Но почему в топовом флагмане не поставить 120? Вот было бы идеально. В малом есть, а тут почему-то решили поставить, ну, точно такую же матрицу, по сути, как и в предшественнике Asus Zenfone 7. Вот. Никаких таких кардинальных отличий нет. Давайте-ка перейдем в настройки экрана. Убедимся, что у нас стоит 90 Гц. Да, 90 Гц, но сейчас, как вы видите, тут недоступна смена. Также нам недоступен DC Dimming. Почему, спросите вы. Бьете панику. А я сейчас объясню. Отправляемся в батарею. Системный режим. И тут выбираем динамический, устойчивый, сверхустойчивый, расширенный, высокая производительность. И, кстати, каждый из режимов можно отрегулировать под себя. Переходим сюда. И Hyper Fusion. Принудительное ограничение фоновой синхронизации. Вот, 90 Гц. Убрали. Все, ребята, можете поубирать этот, этот, этот пункт. И станут доступны... Ой, погодите, надо же галочку, я забыл. И все, окей, теперь у нас будет доступна смена герцов в очки. Переходим в настройки экрана. Частота обновления, вот, 90 постоянно, или 60, если хотите сэкономить батарейку. Или же поставить DC Dimming. К сожалению, но DC Dimming пока что в режиме 90 Гц тут не работает. Ну, в принципе, при 90 он и не так будет выражен, при 60 будет, ребят. Так что, если бережете глаза, ставим 60 Гц, DC Dimming, и, собственно, еще получаем плюс к автономности. Но я лично поставлю 90 сюда, потому что, ну, уже согласитесь, вот сейчас получается небольшое такое слайд-шоу. Давайте 90 и, ну, совершенно другое дело. И, ребятушки, давайте-ка поставим сюда Antutu, и мы выжмем из нашего героя все соки. Ну, и в Antutu этот зверюга набирает вполне себе внушительные 827 234 очка. Это у нас по классике пятый прогон в тесте Antutu, и результаты скакали от 815 где-то тысяч очков до 832. Больше он не прыгнул, так что, вот, по сути, такая вот серединка у нас получилась. Ну, оно и неудивительно, все-таки-то у нас флагманский смартфон на флагманском 888 Snapdragon, который, если честно, ну, не самый, как по мне, из топов последних от компании Qualcomm удачный чип, потому что, ну, с его пылом справляются далеко не все топовые девайсы. Хотя, тут же справедливо замечу, что тот же малыш Asus Zenfone 8, кстати, неплохо справляется с троттлингом, хотя больше всего мы переживали из-за этого карапуза, потому что, ну, все-таки в таком компактном корпусе усмирить этого лютого дракона будет, ну, непосильная задача, как по мне, но, как видите, в среднем результаты скачут, у него 830 он набивает, обычно 840 тысяч очков, и вот вы можете посмотреть, какие у нас получаются числа. Все равно это все на уровне погрешности. Кстати, Antutu его определяют именно как Zenfone 8 mini, хотя 8 mini в природе не существует. По всей видимости, этот аппарат изначально должен был называться 8 mini, но решили его назвать вот так вот. Либо товарищи из компании Antutu, программисты, что-то там намудрили. Но факт есть факт. И, опять же, вся разница на уровне погрешности с небольшим перевесом в сторону малыша. Вот такой вот интересный факт. Далее по списку у нас предшественник Asus Zenfone 7, Zenfone 7 Pro на 865 драконе со знаком плюс. И у нас в среднем 720 тысяч очков, что соответствует, опять же, тому же 870 дракону. Кстати, он набирает в районе 700-730 тысяч очков тоже. Так что, в принципе, ну, это переделаны и есть. 865 и переделали 870, и там кое-что где-то подлатали, и получился новый чип. И вот такие вот получаются цифры. Основной отрыв прям грандиозный по графике идет в 888. Главное, чтобы его не замучил троттлинг. Ну и давайте-ка сравним с топом от компании Xiaomi, а именно Xiaomi Mi 11 Ultra. Тоже идет на 888 Snapdragon. И вот такие получаются цифры. Прямо ноздря в ноздрю девайсы идут. Единственное, Asus чуточку, прям самую малость превзошел нашего Ultra. И тут, кстати, отрыв у нас по какой части идет? По памяти. Да, самый большой отрыв идет по памяти. А по графике чуть небольшое отставание. По процессорной части небольшое отставание. Но, опять же, это, как я говорил, это Antutu. На таких числах это уже разлет в виде погрешности, не более того. Но, ладно, ребят, давайте-ка мы протестируем этого красавца во всех современных играх. С FPS, с нагревом, с троттлингом. Все из него выжмем. Выбьем из него всю дури. Посмотрим, на что же он действительно способен. Так, его предшественник в целом, ну, тот же 7 Pro, показал себя в играх отлично. Единственное, но это то, что у него 90 Гц. Было бы там 144 Гц, то это был бы тот же Asus ROG Phone 5-го поколения. Ну, в его случае это было бы третье, потому что он ставит 865-ый со знаком плюс. И если бы не было этого пресловутого лока, то он бы был бы прям ноздря в ноздрю с Asus ROG Phone 5-го. В общем, по традиции набираем 1119 лайков под этим видео, и я устраиваю ему большой тест. Так, 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 далее у нас, разумеется, проверка качества звучания нашего сегодняшнего героя. Напомню, тут у нас используются стереодинамики, так что потенциал к хорошему звуку тут имеется. Переходим в мою переносную библиотеку YouTube, кстати, у нас версия на 256 ГБ памяти, где папочка теста, вот она. И давайте-ка запустим, ну, первый попавшийся трек, послушаем. Набалтываем громкость на максимум, да, она уже была на максимум, слушаем. Ладно, так неинтересно. О, пошла жара. Может быть, самую малость, как раз, чуть-чуть побольше низов. Ну, возможно, я придираюсь, потому что звук хороший. И громкий, этого не отнять. Ну, ребят, добрались мы, наконец-то, и до десерта. Все-таки самое главное в этом устройстве, это, конечно же, камеры. Итак, основной модуль тут используется, напомню, от компании... Вот смотрите, как он сильно заляпывается. В общем, от компании Sony, это Sony MX686 на 64 Мп, далее идет ширик на 13 Мп и оптический зум на 8 Мп с трехкратным увеличением. Ну и фронталочка, а фронталочки нема. В качестве фронталки у нас выступает сониковский 64-мегапиксельный сенсор, ширик на 13 и зум. Да, есть оптический зум на фронталке, такого вы нигде не видите. Скажете, что я брежу? Не, ребят, я не брежу, потому что у нас тут есть вот такая штука. Хопа, дальше хопа, хопа, вот так вот он. Вот, блин, классно, можно где-то подснять, что-то там из толпы вылезти, там руку вытянуть как-то под каким-то углом. В общем, простора для творчества во время съемки просто вагон и маленькая тележка. Также можно вообще полностью перевернуть. Хопа, и все. Теперь вот я, ребят, ооо, да, кто это? Да, это, конечно же, старый дед, который ведет эту передачу с голосом подростка. Да-да-да, возвращаемся обратно. Не буду травмировать вашу нежную психику. Так, давайте-ка перейдем в настройки видео. 4К, 60 кадров в секунду с системой стабилизации. Но есть и поинтереснее. 8К, 30 кадров в секунду с системой стабилизации. Например, та же Ultra Mi 11, там 8К, 24 кадра в секунду с системой стабилизации. Но она немножко подергивается. Вот я замечал, тут же, опять же, сужу по седьмому еще флипу. Ой, седьмой прошке. И стаб вообще просто идеальный. Также, кстати, есть система супер стабилизации. Вот эта новомодная HyperStating, насколько я помню. Но она работает только в Full HD 60. И, честно, я бы даже не пользовался. Ставим 4К и 60, и все. Стаб прекрасный будет, по идее. Опять же, все отлично. И можно также на ширик снимать в таком разрешении. Это круто, ребят. Так, и что? Ускоренная съемка есть, замедленная съемка. Ну, это стандартный набор любого камерафона. Можно снимать документы, притом даже шириком. И какие-то еще дополнительные, там, ночная съемка и так далее. Ладно, дорогие друзья, отправляемся на улицу, берем его заклятых конкурентов. И смотрим, кто же из них действительно снимает лучше. Тест записи видеокамеры смартфона. ASUS Zenfone 8 Flip. Запись ведется в максимальном 8К разрешении. Это 8К 30 кадров в секунду. Да, не 24. Данный аппарат может в 30 кадров, что, разумеется, плюс. Но самое главное, что при таком космическом, и, возможно, не каждому нужном разрешении, есть еще и вполне неплохая система стабилизации. Ребята, идем обычным шагом. Смартфон держу на уйдет в руке. И такая картинка у нас получается. Также смартфон может в 8К 24, как я помню, еще в 4К 30 и в 4К 60 кадров в секунду. И сейчас давайте-ка пробуем систему зуммирования обкатать. Не, неплохо снимает. Я надеюсь, меня слышно, потому что эта штука довольно громкая. Плюс еще ветер. И если микрофоны отрабатывают шума дамом на пару адекватно, то меня должно быть слышно, ребят. Так, и давайте-ка пробуем что-нибудь в макро. Подбегаем к цветочкам. И тест. Автофокусировка. Есть. На горизонт. Довольно быстро. Еще раз макро. Задача усложнилась. И еще раз на горизонт. Ну и для разнообразия мы активировали еще и широкий угол. Тут запись ведется, кстати, ребят, в 4К 60 кадров в секунду, что для ширика вполне солидно. Также есть все та же система стабилизации, как видите. В принципе, картинка получается довольно плавная. Ну и немногие даже флагманские девайсы могут похвастаться именно разрешением 4К 60 кадров в секунду. Обычно на ширик кидают только 4К 30. Ну тут ребята позаботились и, в принципе, за это им спасибо. В целом, опять же, по фото-видео возможностям смартфон действительно очень достойный. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записывается на самую читерную фронтальную камеру современности, а именно на Zenfone 8 Flip. Как вы помните, тут откидная фронтальная камера, поэтому без вариантов. Мало кто может похвастаться 8К разрешением, 30 кадров в секунду, системой оптической электронной стабилизации на фронтальной камере. Так еще и с нормальным автофокусом. Так, тест на бороду. Борода в 8К. И отдаляемся обратно. Давай-ка лови меня. Есть. Так что, ребят, если вы занимаетесь влогингом, блогингом, каким-то другим видом съемки себя любимого, то фронталочка данного брата будет одна из лучших на рынке, вот без реклам, это прям 100%. Ну и в целом можете оценить, как у нас снимает на читерную фронтальную камеру Asus Zenfone 8 Flip. Кстати, на улице довольно ветрено, я не знаю, как справляется микрофон с этой задачей, если справляется, то респект. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте, я думаю, мы будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх, подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики, а также посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там опубликовывают фотосессии устройств, которые приходят ко мне на тестирование, а также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем, ребят, огромное спасибо за внимание и поддержку, ну и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok